В конференц-зале Брестского государственного университета имени Пушкина собрались креативные и инициативные молодые люди для того, чтобы пообщаться с талантливыми артистами белорусской группы «Аура» Юлия Быкова и Евгения Малейника. Поэтому вопросы, которые интересовали ребят, в основном носили творческий характер, о личной жизни, об истории создания музыкального тандема, о творчестве и процессе написания песен, подготовке к выступлениям, достижениях и целях, отношении звёзд, критике и буллингу. Артисты делились жизненным опытом и советами, как поступать в той или иной ситуации. Мой совет по поводу негативного отношения, я его могу объяснить, но объяснение будет долгое. Попытайтесь поверить, что это связано с жизненным опытом. Не слушайте тех людей, после общения с которыми вам становится хуже. То есть можно сказать критику и реально от человека поддержать, дать ему мотивацию. А можно похвалить так, в кавычках, что человек подумает, господи, и это я вот такой вот, как мне только что сказали. Поэтому, ну, все люди разные. В ходе общения молодёжь вместе с известными артистами рассуждала о влиянии конкурсов на развитие творческого будущего. Юля и Евгений убедили собравшихся в том, что победа или наоборот неудачи на конкурсе не являются показателями успеха или заката карьеры. В творчестве, даже если у вас концерт финальный после конкурса будет состоять из победителя первого, второго, третьего, четвёртого и пятого мест, они все в концерте, все вот эти люди понравятся зрителям, понимаете? То есть в сборных концертах, если поставить всех, там не будет победителя. Ну, конечно, если на ваш конкурс приедет там Григорий Лепс, например, то, конечно, к нему будет большая часть внимания. Такая искренность, открытость и жизнерадостность Юлии Быковой и Евгения Олейников впечатлили студентов, и ребята пригласили артистов в университет ещё раз. Двер творческие личности Юлия Быкова, Евгений Олейник, и как они уживаются вместе, как происходит у них творчество в семье, не мешает ли это друг другу, потому что для меня это восторг. Люди успели и семью создать, и творчеством заняться, и они продвигают достаточно важную тему, тема патриотизма, тема памяти, тема любви к Родине. Очень давно я уже знаю Евгения Олейника, и мы поём многие из его произведений, и как для какие-то сольные произведения, мои солисты, ну и в том числе групповые какие-то. Аура давала такие серьёзные концерты, большие, да, и телевидение показывало, они знают про эту группу, но, конечно, такая встреча ещё никогда не была, и они не знают его лично. Такой интерактив продуктивен. Зал живой, студентам интересно. Это даёт молодёжи понять, что нужно ставить правильные цели, идти к ним, и всё получится. Работа состоит в том, что мы много-много лет копаемся в душах людей и пытаемся понять, о чём они думают, что им нравится. То есть вот это вот тонкое видение, мне кажется, помогает вывести людей на простой открытый диалог. Каждый из ребят после такой душевной и тёплой встречи для себя уяснил, что для достижения успеха нужно выкладываться на все сто, и тогда задуманное сбудется.